Привет, и сегодня посмотрим на частые ошибки, которые совершают новички при использовании реакта. Это видео навеяно моим новым курсом по React, Redux Toolkit и React Router. Ссылка, как обычно, будет в описании. Поехали! Итак, начнем с типизации props и их использования. К примеру, у нас есть компонент input. Это наш кастомный input, который оборачивает уже обычный input и передает наборы свойств, которые мы используем в приложении. Placeholder, Type, ClassNames. Его props и типизируют следующим образом. Из Valid для валидности, ClassName, Placeholder и Type. Проблема кроется в том, что если мы захотим с вами добавить новый атрибут, например, мы хотим стилизовать его, добавить ему style, то мы будем вынуждены добавлять здесь style, его типизировать и опять-таки прокидывать и использовать уже в самом input. И это проблема. От этого можно избавиться, если мы с вами вспомним, что в результате наш интерфейс, который находится здесь, может быть отнаследован и использован типизацию, которая уже присутствует в реакте для HTML-атрибута. В данном случае мы можем сказать, что input props будет наследоваться от input HTML-атрибутов, которые им паркируются из реакта. И нам нужно передать, что это HTML-инпут-элемент, для которых мы будем его сделать. В результате, благодаря такой типизации, вот здесь мы с вами можем использовать уже styles, мы можем использовать слот, я не знаю, все, что у нас присутствует в обычном HTML-инпуте. Но это еще не все. Теперь же мы не будем каждый раз импортировать и прокидывать это сюда. Style, style, style. Это будет логично, сложно. Поэтому мы можем явно скомбинировать все те props, которые мы явно не используем, например, вот здесь в библиотеке classNames, с помощью REST оператора, который говорит, что все остальное в этом объекте помещаем в props. Теперь, поместив оставшиеся свойства нашего объекта в отдельный объект props, мы можем его обратно сделать spread от props, раскидав полученные props внутрь нашего инпута. Теперь все, кроме className из invalid, у нас появляется здесь. ClassName из invalid нам нужно, чтобы использовать в библиотеке classNames и его стилизовать. Таким образом, мы с вами получили возможность достаточно легко использовать все готовые свойства инпута, для того, чтобы сделать наш собственный кастомный инпут. Но с этим инпутом еще не все гладко. Допустим, у меня есть страница, и я хочу по кнопке зафокусироваться на моем инпуте. Как мне это сделать в React? Конечно же, я буду использовать hook useRef для того, чтобы создать референс, а затем привязать его к моему инпуту. И при нажатии на кнопки я делаю фокус. Как это будет работать? Я беру, создаю некоторый ref, который будет являться useRef, передаю изначально null туда и дополнительно мультипизирую. Мы хотим, чтобы это был html input элемент, референс на него. И все окей. Ставлю ref. Все, я привязал референс. Ну, во-первых, мы здесь уже видим ошибку TypeScript. Более того, если я попробую, например, повесить на онклик нажатие, при котором я говорю ref current focus, то эта работа, конечно же, не будет. Я буду нажимать сюда focus, и он фокусироваться не будет. Почему? Потому что референс для моего кастомного инпута, который мы чуть-чуть улучшили в предыдущей части, все равно работать не будет, потому что мне нужно его явно пробросить. Для этого я использую официальную функцию реакта forward ref, которая перемещает, соответственно, реф, позволяя его пробрасывать через мой исходный компонент на определенный элемент внутри моего компонента. Ну, потому что мой инпут может состоять не только из инпута, там может быть лейбл и так далее. И реакту нужно четко сказать, а где, собственно говоря, будет располагаться референс, если я буду использовать реф для этого элемента. Поэтому давайте я так и назову инпут. Это будет forward ref. Forward ref из реакта, который принимает несколько вещей. Во-первых, мы оборачиваем всю нашу функцию forward ref, а во-вторых, мы должны его правильно затипизировать. Forward ref принимает дженерик, где будет, если мы посмотрим на типы, первый t, это, собственно говоря, наш референс, и его пропсы. Мы хотим, чтобы наш референс был инпутом, поэтому мы говорим, что мы будем использовать html input элемент, а в качестве пропсов использовать input props. Ну и вторым аргументом мы, конечно же, теперь получаем референс, который можем использовать. Для этого я просто на инпуте говорю ref, ref, передавая референс. Итак, что мы сделали? Мы обернули нашу функцию input, который наш компонент input, в forward ref, указали, какие у нас будут типизации пропсов, указали, это будет референс на какой элемент, это будет html input элемент, и получили возможность внутри нашей функции получить дополнительный. Часть это референс на элемент. После этого привязали его сюда. Теперь TypeScript ошибка ушла, и если я открою и нажму, у меня зафокусируется мой инпут. Таким образом, если вы делаете какие-то базовые элементы для библиотеки, вы обязательно в порядке не забывайте прокидывать референс, чтобы его можно было в дальнейшем использовать для того, чтобы фокусироваться или как-то еще взаимодействовать с вашим элементом. Классическая ошибка, при которой мы с вами не будем учитывать предыдущее состояние. Допустим, в этом деми-компоненте мы теперь добавим некоторое состояние, которое мы назовем count, и оно будет называться setCount, функция, которая его будет устанавливать, и все это получается из hookerUseState, мы бэшState будет числом, и с начальным значением 0. Все. Теперь при установке нашего каунта плюс нажать на нашу кнопку, которая будет называться, теперь давайте плюс, мы будем увеличивать наш каунт. Для этого мы создадим функцию, которая будет называться, например, там changeCount, и эта функция changeCount будет в результате устанавливать наш каунт на count плюс 1. ChangeCount будет вызываться при нажатии на клик. Можно передать мне всего этого. Кажется, что в этом случае пока все работает нормально. Давайте, кстати, выведем здесь наш каунт, чтобы увидеть результат. Итак, мы нажимаем плюсик, у нас действительно увеличивается на единичку. Но что делать, если мы будем вызывать несколько раз друг за другом установку нашего состояния? Давайте проверим. Плюс у меня все равно увеличится на единичку. Плюс опять увеличится на единичку. Это происходит потому, что мы с вами не учитываем предыдущие состояния. А как мы знаем, изменение нашего каунта в реакте не происходит мгновенно. Оно планируется как следующее наше изменение состояния и будет выполнено. Поэтому на вот этой строчке наш каунт все еще остается единицей. Сколько бы раз мы с вами не вызывали эту функцию, все будет работать так же, потому что сам каунт не изменился. Именно поэтому setCount, функция, которая возвращается из хука для изменения состояния, позволяет нам передать туда не конкретное значение, а функцию, которая изменяет наше состояние и имеет текущее состояние. Допустим, наше текущее состояние c, и мы хотим, соответственно, c увеличить на единицу. Вот в такой записи, когда мы с вами обновим страничку и нажмем, мы получим 2, 4 и так далее. Это происходит потому, что у нас вызывается setCount, он полагается на предыдущее состояние, он становится, соответственно, с нуля до единички. Дальше вызывается опять setCount, который полагается опять на предыдущее состояние, потому что изменение состояния у нас планируется друг за другом. И далее, когда мы, соответственно, поставим здесь единицу, оно становится двойкой. Вот таким образом, если мы хотим изменить состояние, старайтесь полагаться на предыдущее состояние, а не на то состояние, которое вам изначально вернул хук. Теперь про изменение состояния, когда состояние является объектом, а не примитивным типом. Для этого переименуем наш count в state. И здесь set state. We use state, который будет теперь принимать некоторый объект. Count number. Я не буду отдельно выносить типы для простоты. И здесь мы используем count единичка. Теперь мы работаем с объектом внутри нашего state. Выводить мы тоже будем теперь state.count. И нам нужно поменять при нажатии наше состояние, также увеличив count на единичку. Допустим, мы с вами попробуем сделать это следующим образом. Использовать state.count плюс равно единичку. Увеличим на единичку. И теперь его, собственно говоря, устанавливаем. Казалось бы, хорошее решение. Давайте посмотрим на проблему. Теперь мы нажимаем плюс, и у нас ничего не меняется. Странно. Давайте сделаем console.log нашего стейта, чтобы убедиться, что он-то все-таки меняется. Открываем inspect. Открываем консоль. Нажимаем плюсик. И мы видим, что действительно у нас count меняется при каждом нажатии. Но при этом в результате у нас не отображается. Почему? Потому что не трагерится ререндер. Для того, чтобы наш React понял, что ему нужно заново провести ререндер, соответственно, исполнить наш компонент, сравнить виртуальный дом, который у него есть, с реальным, посмотреть на изменения, и затем уже сделать эти изменения с помощью библиотеки React.dom, нам необходимо, чтобы был какой-то триггер, говорящий о том, что React нужно ререндериться. И этот триггером как раз является изменение состояния. Как React его сравнивает? Он берет предыдущее состояние, берет текущее состояние, сравнивает, если там есть изменения. Классно, мы должны выполнить ререндер. Но что такое объект? Объект, по сути, хранится в виде ссылки. А это означает, что при изменении какого-то внутреннего элемента ссылка на исходный объект у нас полностью остается такой же. А это значит, что React сравнивается с предыдущей ссылкой, и новую ссылку говорит, что все одно и то же, я ререндериться не буду. Как от этого избежать? Нам нужно создать новый объект, чтобы при сравнении, соответственно, ссылка на старый и новый объект были разные. Для этого мы можем, например, сделать некоторый const newState, который будет равен spread оператору от state. при этом здесь мы хотим сделать count будет равняться state count плюс 1. Ну, таким образом, чтобы если мы добавили какой-то другой параметр внутри нашего состояния, не обязательно count, здесь все бы работало хорошо. И теперь вот этот новый state мы с вами можем установить непосредственно в setState. каждый раз благодаря этому мы создаем новый объект, а значит, при сравнении ссылки будут разные. Проверим. Нажали. У нас теперь ререндер происходит абсолютно верно. И, наконец, про правила использования hooks. Все наши hooks мы должны использовать безусловно, а это означает, что независимо от того, как мы с вами будем использовать hooks, они должны всегда находиться на верхнем уровне, вне условий. Допустим, в наш demo-компонент теперь будет приходить какой-то props, который говорит, что пользователь является авторизованным или нет. Boolean. Мы отсюда можем спокойно вытащить наш isAust и теперь попробовать его использовать. Например, если пользователь не авторизован, мы должны вернуть что-нибудь другое. Например, там, я не знаю, return now. То есть, если пользователь авторизован, возвращаем ему null. Если нет, то, например, показываем форму авторизации. И вот это будет ошибкой. По причине того, что мы с вами, несмотря на то, что наш сам useState и useRef не обернуты никак в if, создали некоторый conditional rendering. Что это означает? При каждом рендере React должен всегда, независимо ни от каких пропсов, иметь возможность исполнять наш hooks useState и useRef. Благодаря этому у нас поддерживается консистентность нашего состояния, несмотря на то, что компонент каждый раз исполняется. Когда мы с вами сделали вот этот if, мы сделали его condition. Если вдруг isAust у нас будет true, то мы пойдем в эту ветку, где эти hooks уже не используются. И это неправильно. Об этом сразу же, как мы видим, у нас React Hook Rules подсказывает нам ESLint, который настроен для этого проекта. В данном случае мы, на самом деле, будет работать все, но при этом, если у нас будет приходить isAust в какой-то момент, то у нас будут ошибки, которые в дальнейшем повлияют на работу приложения. Поэтому в обязательном порядке, в любом случае, если даже у вас есть вот такой conditional, вы берете и все ваши hooky, которые вы используете, кастомные, useEffect, useState, useRef, producer и все остальное, выносите вне. Дальше, пожалуйста, вы можете делать condition, если нет, возвращать что-то другое. Важно, чтобы вот это всегда работало на верхнем уровне. Надеюсь, видео было вам полезно, если вы новичок. Если вы хотите изучить все особенности React, как я уже сказал, ссылка на GURS будет в описании. Ну а если вы хотите изучить более детально, а что за hook такой useID и как его использовать, ссылка на это видео будет где-то здесь, в подсказке. До следующей недели.